Время пошло. Скорее всего, есть только две недели. Если за эти две недели депутаты не найдут общий язык и не создадут большинство, я буду вынужден распустить парламент. Так отреагировал президент страны на ситуацию с образованием правящей коалиции. Это значит, что совсем скоро будет развязка политической драмы под названием «Как устроить тотальный кризис в стране». Впрочем, некоторые открыто говорят, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Правы они или нет, я намереваюсь узнать у моих гостей. Хотя, конечно, не только об этом. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! Выразить свое мнение можете и вы, позвонив по одному из предложенных номеров телефона. Звонок по Молдове бесплатный. Ну что ж, сегодня у меня в студии находится советник президента Республики Молдова Сергей Мишин. Добрый вечер. Добрый вечер. И политический комментатор, эксперт в области права Роман Михайлович. Здравствуйте! Хотела поздравить вас с Днем Парламента. Думаю, покривлю душой, потому что особо как-то поздравлять, мне кажется, в этой стране некого с этим праздником. Вы знаете, давайте поговорим о том, как видеть эту ситуацию президент. Вот. Ярко выступил Игорь Николаевич на этом брифинге. Многие прямо писали в соцсетях. Видно, что терпение у президента, что называется, уже на исходе. Потому что сколько ни обращался к политическим силам, остался неуслышанным. Вот по его мнению, как он сказал, виной всему стали политический эгоизм и чрезмерные амбиции некоторых парламентариев. Вы согласны с таким определением, господин Михайлович? В принципе, если рассуждать о том, что у нас сегодня происходит, надо, во-первых, конечно, поставить правильный диагноз. Это называется политический кризис. С связанным с тем, что не удастся никак создать парламентское большинство партиям, которые вошли в парламент, и наладить законотворческую деятельность, скажем так. Здесь, конечно, можно эпитеты разные, скажем так, употреблять. Реально мы имеем сегодня блокировку со всех сторон, то есть все возможные варианты, которые можно рассматривать, на данный момент видятся как нереальные. Например, начнем с того, что социалисты с блоком АКУМ тоже заблокировались на каком-то этапе и могут договориться о спикере. Я видел, например, Майю Санду вчера в одной телепередаче. Она нашла такое, не знаю, с моей точки зрения, несерьезное, скажем, предложение. И она именно предлагает, чтобы дали на месяц блоку АКУМ должность спикера, на один всего лишь месяц. Потом они ее возвращают социалистам. То есть, с моей точки зрения, мы видим непрофессионализм депутатов, которые были избраны по спискам блока АКУМ. Некоторые эксперты говорят, что за ними стоят олигархи и криминальные, которые хотят возвращаться в большую политику и в большой бизнес. Есть резонные аргументы, которые подтверждают эту версию. И, с другой стороны, социалисты, с моей точки зрения, понимают, что даже если найдут какой-нибудь компромисс, он может быть смертельным для социалистов. Потому что я, например, лично не вижу, как социалисты могут голосовать за Майю Санду премьер-министра. Мне кажется, что это просто фантастика. Потому что если они это сделают, я считаю, что они потеряют как минимум половину электрата на второй день. Потому что вся компания социалистов на президентских и на парламентских выборах велась против Майи Санду и черным пиаром, и белым пиаром. Но был жесточайший, скажем так, разнос Майи Санду, ее партии, ее идей. Поменьше были, надо признать, Андрея Анастасова. И, с моей точки зрения, обе партии, и блок ОКУМ, и социалисты не хотят вместе делать коалицию. Находят разные причины. А с другой стороны, остается открытым один вопрос. Сядут ли социалисты все-таки за стол с демократами или нет? Это, по-моему, за следующие две недели самый важный вопрос. Спасибо. Сергей, что добавится? Ну, по поводу социалистов. Смотрите, дело в том, что для того, чтобы создавать какое-то парламентское большинство, и вообще говорить о каких-то должностях, для этого нужно создать коалицию. А коалиция, ну, во всех странах мира это принято, когда создается коалиция, это подписывается определенный документ, где говорится, какие этапы, и кто за что отвечает, и как распределяется. Правильно? То есть, понимаете, на сегодняшний момент у социалистов есть четкая позиция, которую они представили из пяти пунктов. Они представили законопроекты, и они сказали, что, уже вынужденно сказали, что кого они выдвигают на должность председателя парламента. Но, вообще, насколько я понимаю, когда идут какие-то переговорные процессы, не ставятся ультиматумы. Это самое главное. Вот что мы видим сегодня от блока, да? Есть ультиматум очень четкий. Так, вот наш проект законов, мы должны его принять. Вот мы должны занять этот, этот пост. Мы со всем справимся, отдайте власть нам. Причем они даже, наверное, тоже, я не знаю, как они видят, не видят, как социалисты голосуют за законом Магнитского. Я вот уже, вот это вот, тоже мне интересная деталь. То есть, они поставили, причем они это ставят поперек, и не хотят двигаться ни на минутку. То есть, насколько я понимаю, как проходят переговоры, да? Это две стороны садятся между собой и где-то идут на уступки. Где-то говорят, да, вот тут мы согласны с вами, давайте мы проголосуем. Но за это вы проголосуете вот наши предложения такие. То есть, идет торговля, где-то кто-то прогибается, где-то кто-то сгибается. Вот что должно быть. Нет, ну давайте как стороны приходят в компромисс. В конце концов, когда идет вот такое обсуждение, идет действительно компромисс. Когда предложили, что вот давайте поработают рабочие группы, в принципе, это правильный подход. Но для того, чтобы начали рабочие группы работать, и они были созданы, для начала должны лидеры между собой встретиться, договориться о каких-то основах, а рабочие группы просто уже дорабатывают детали. Ну так обычно делается, да? Либо два руководителя предприятия встречаются, договариваются о чем-то основном, а их сотрудники начинают между собой уже прорабатывать детали, приносят им документ готовый для подписания, и опять садятся руководители и его подписывают. Ну, это общемировая практика. Европейская, американская, берите какую хотите. Вот этого мы сегодня вообще не видим. То, что сказал господин Михаеш по поводу, сядут ли социалисты с демократами за 100 переговоров. Вы прекрасно видели заявление партии социалистов. Это не просто кто-то вышел от них или от его имени сказал. Это решение, которое принято на республиканском совете партии. Есть два варианта. Либо мы идем в коалицию с блоком АКУМ, либо досрочные выборы. Другого варианта пока нет. Для того, чтобы появился какой-либо другой вариант, к примеру, да, эта партия социалистов должна инициировать и собрать опять республиканский референдум и спросить у людей. То есть, вы как и совет имеете в виду, да? А? Не референдум. Республиканский совет, да. Ну, мы поняли. То есть, понимаете, они должны собрать и спросить. Понимаете, вот это называется коллегиальность внутрипартийная. То есть, не решают 3, 4, 5, 10 человек. Есть большой совет, который собирается и принимает решение, в каком направлении идет партия. Сегодня мы видим конкретно четкую позицию. Или так, или так. Почему господин президент вышел с таким брифингом? Мы его тоже можем понять. Ведь давайте рассмотрим. Он же не сидит сегодня на месте. Он ездит, встречается с людьми. Он ездит по районам. И ему постоянно задают вопросы. Господин президент, Вы всенародно избранный глава государства. Что происходит с нашими парламентариями? Почему они сидят на протяжении 2-2,5 месяцев, получают заработную плату, причем из государственного бюджета, и ничего не происходит, ничего не делается? Мы только слышим их декларативные заявления по телевидению и по СМИ, но реальных шагов и действий мы не видим. Конечно, у него позиция какая будет? Он выйдет и скажет, ребят. Президент должен занять нейтральную позицию, я считаю. В этой ситуации он и занял нейтральную позицию. Но правильно поступил, что обратился в Конституционный суд президента, чтобы выяснить, что все-таки 8 июня наступает момент, когда президент может распространить парламент или 21 июня. Нет, 8, потому что 31 день в мае. То есть мы берем 3 месяца. Там у нас написано 3 месяца. То есть те, кто говорят о 9, они не правы? Ну, скажем так, понимаете, это уже математика еще дня. 7 марта нынешнего года Конституционный суд признал выборы. 9 марта этого года Конституционный суд не признал. Он валидировал мандаты. 21 марта у нас состоялось первое учредительное заседание. Так как в Конституции у нас четко не сказано, с какого момента, с 9 или с 21 течет трехмесячный срок, то есть где не принимается ни одного закона или нет возможности избрать правительство. Там написано в Конституции 3 месяца с момента валидирования мандатом. Мандаты были валидированы, получается, по 8 марта. Смотрите, господин Михаэш, не с момента валидирования, а с момента окончания мандата предыдущего парламента. Господа, ну вы сейчас спорите, о чем должен высказать Конституционный суд. Мне кажется, что это беспредметно. Поэтому, чтобы не было кривотолков, что господин президент поспешил или позже это сделал, он обратился в Конституционный суд для того, чтобы Конституционный суд вынес вердикт. Это с 9 или с 21? А можно еще один момент уточню? Вот Конституционный суд сейчас выскажется, но будет ли еще одно обращение главы государства в том случае, если суд выскажется, скажет, да, вот срок тогда-то, тогда-то президент имеет право, он должен еще раз спрашивать, имеются ли обстоятельства, которые позволяют ему распустить парламент. По Конституции, по закону, после того, как истекают данные 3 месяца, господин президент проводит консультации с фракциями и пишет запрос в Конституционный суд. То есть пишет все-таки? Да. Где обосновывают... Есть решение 2015 года, где-то все предусмотрено. Понятно, но в принципе, да. Но он пишет все-таки обращение в Конституционный суд. Конституционный суд выносит вердикт, что да, мотив есть для распуска парламента и, соответственно, после этого вердикта господин президент имеет право подписать указ о распуске парламента. Он обязан, согласно решению Конституционного судна, он обязан подписать. Он подписывает указ о распуске парламента и назначение даты выборов, которые должны пройти не менее чем за 60 дней от указа и не более чем 90. Окей, здесь несколько нюансов хотел бы прокомментировать. Во-первых, я считаю, что заранее было понятно всем экспертам, по-моему, даже и тем, которые шли на эти разговоры между АКУМ и Соответственностью, что коалиции между ними не будет. Потому что я помню, что говорил Анастасия Майя-Санду, первый день после выборов, 25 февраля, они говорят, мы хотим быть в оппозиции, мы понимаем, что между Соответственностью и ДПМ будет коалиция, потому что они должны сотрудничать, а потом они поменяли свою позицию через несколько дней, когда уже поменялись некоторые обстоятельства. Но скрестить каким-то образом социалистов с блоком АКУМ это практически невозможно, потому что они очень разные. Блок АКУМ все-таки это прозападное, скажем так, формирование. Десять унионистов с Румынии там есть. Я не думаю, что социалисты хотят обидеть Молдову с Румынией, например. С другой стороны, социалисты прятают за... Да, вот поведение АКУМа. Роман, вот смотрите, как вы говорите, получается, что АКУМ будет стоять, я так понимаю, будет стоять на своем... Вот скажите, пожалуйста, они не боятся досрочных выборов? Если так вот, что называется, по-честному. Сначала хотел пару фраз сказать по позиции Блока АКУМ. С моей точки зрения, чтобы спасти свое лицо и чтобы спасти свой электорат, они предприняли с их точки зрения правильную тактику, чтобы социалисты голосовали за их спикера и за их премьера. И тогда они скажут электорату, смотрите, социалисты за нас голосовали, мы претворяли в жизнь нашу программу. Почему они это сделали, если Кремль хотел отомстить ПД и заставил социалистов голосовать за нас, это не наша проблема. И тем самым хотели... Господи, конечно, давайте мы не будем использовать, кто кому хотел это... Две секунды. И вмешивать внешнюю политику. И Блока АКУМ хотел использовать социалистов, как своеобразное, скажем так, оружие против ДПМ. Вот здесь их не была тактика. Мы про ДПМ, если позволите, поговорим отдельно. Я просила бы сейчас, чтобы вы сказали, секундочку, АКУМ, вот на самом деле боятся ли они досрочных выборов? Конечно, боятся. Боятся. И несмотря на это себя так ведут. Смотрите, какая у них проблема. Во-первых, у них не все так однозначно об этом блоге. Они сами об этом говорят, из моих разговоров с ними, там как минимум три фракции, не две, а три. Там есть фракция Майя, Санду, фракция Андрея Настаса, и есть еще, как их называют, общественники. Их немало, там восемь человек. Там лаза на той или иной. Ну это ваше условное отделение, да. Ну их три, как минимум три формирования. Не все из них хотят, скажем так, даже вот такого расклада вместе с социалистами. Есть которые, и это признал Андрея Настаса на последней передаче, и Майя Санду признала, что есть те, которые хотят с ДПМ поговорить насчет коалиции. Это их меньшинство в этом блоге. Конечно, они боятся досочных выборов. Даже сегодня их не истеричное выступление перед правительством. Они понимают, что социалисты с демократами могут даже улучшить свои результаты, потому что так объективная такая ситуация. Все равно блок АКУМ, у него есть как минимум одна большая проблема. 24 февраля им удалось через Басевскую, через других эмиссаров склонить унионистов, чтобы они голосовали за блок АКУМ. Все унионисты голосовали за блок АКУМ. Если вы заметили, были три или четыре партии унионистских, то, в частности, либеральные партии, они не прошли в парамет. Но если будут досрочные выборы, унионисты могут создать блок унионистский. И если им кто-то поможет, скажем так, и медийно, и другими средствами, эти унионисты могут оттянуть от блока АКУМ как минимум пять или шесть мандатов. Поняла. А это понимают представители блока АКУМ? Конечно, понимают. Понимают. Господин Мишин, почему АКУМ себя так ведет, если они, вот господин Михаил считает, что понимают, что могут взять даже гораздо меньше. Тем не менее, вот они это делают. Как бы это вообще нецелесообразно. С точки зрения здравого смысла. Вы знаете, тут очень трудно предсказать, понимают ли это блока АКУМ. Это мнение Романа, что они понимают. Но по их действиям, которые они производят, в такое складывается впечатление у нас у всех, что этого понятия все-таки нет. Они рассчитывают, что вот ту политику, которую они ведут, они все равно приведут и наберут столько же. У меня, допустим, такое ощущение, из их заявлений, из их поведения, и так, как они стоят на своем. Понимаете? То есть, если бы блока понимал, хоть маломальски, о том, что может случиться, и у них будет то, что предвещает господин Михаил, я думаю, где-то они бы могли уже пойти на какие-то уступки и дать посылы, что мы готовы все-таки садиться и какие-то уступки приводить. Но мы этого не видим. И плюс к этому, вы помните, когда, мы говорим на сегодняшний день. Со вчерашнего дня им дали как день их, как минимум еще две недели, но мы говорим то, что происходит на сегодня. Что будет завтра, мы с вами посмотрим. Плюс они пытались все время сподвигнуть социалистов, чтобы они заявили, что они не с демократами. Социалисты, пожалуйста, провели республиканский совет и на всех средствах массовой информации, на весь белый свет об этом сказали. Но, вы знаете, вот этот подход опять, мы вам не верим, мы вам поверим только, когда вы изберете руководителей, которых мы предлагаем, вот это будет доверие. Но опять, это не подход. Вот. И если бы окумовцы боялись все-таки досрочных выборов, они бы этот подход изменили. Мы этих изменений сегодня, к сожалению, пока не видим. Действительно, может быть, вот этот брифинг, вот это выступление Игоря Николаевича, которая сказала им, ребят, хватит уже вот, ну, играться в кошки-мышки, давайте так, либо вы придите и скажите, все, давайте договоримся, вот у нас есть две недели, и что-то сформируем, и будем делать для страны, или давайте пойдем на досрочные выборы, пусть нас рассудит избиратель. Здесь надо понимать еще одну ситуацию. Блок ОКОМ не может никак... Если можно кратко, да, потому что, да, есть еще вопросов много. Очень кратко. Блок ОКОМ, конечно же, не может позволить себе двухсторонний договор о сотрудничестве или каком-нибудь... Вообще любой документ подписать социализм, это для них смертельно. Они об этом везде говорят. Они единственное, что они предложили социалистам, вы за нас голосуйте, дайте нам один месяц, мы, скажем так... Роман, вот понимаете, у меня вопрос. Мы ударим по ДПМ, а потом пойдем на досрочные выборы. Вот это их предложение. У меня вопрос. А где гарантия? Вот в чем будет гарантия, что через месяц это случится? Конечно же не случится. Это были фактические дозы. Социалисты же не наивны политики, чтобы... Поэтому я и говорю, что нужно остановить вот этот вот шпан и прийти договариваться, а не кидать просто... Я понимаю так, что социалисты, конечно же, это уже опытные политики. Господин Дадон, другие политики, я вижу, что они понимают, что их... И господин Цирдой выступал в своих областистических материалах. Они все говорят о том, что НАСА КУМ хочет просто использовать против ДПМ, и все, и после этого бросить нас один-один с ДПМ. Кстати, о ДПМ. Господин Михайш, все время... Двух секунд. ДПМ прав, что требует от блока ОКУМ договора. Давайте, ребята, делать договор. Так это все требуют. И социалисты тоже нет. Имеется в виду подписание коалиционного соглашения. Оно соглашение между социалистами и блока ОКУМ. Социалисты правы, когда хотят гарантии, когда хотят функций. Но блока ОКУМ не может им дать. Понимаете, это нереально. Я поняла. Давайте поговорим о демократе. Да. Да. Господин Михайш, все время вот хочу спросить одну вещь. Начала вам говорить уже. Вот скажите, а демократов вообще не обижают, что вот ни одна из партий, да, из тех, которые могли бы теоретически создать вот эту коалицию, вот они на этом этапе, как вот в начале, они не хотят с демократами иметь дело. Является ли это своего рода политической оценкой этой партии, того, что она сделала, и власти Молдовы за эти годы? Я считаю, что здесь эмоциональная какая-то, скажем так, оценка. Я не буду вдаваться в эмоции, и там пытаться смотреть через призму, что вот эмоционально как-то они воспринимают. Я считаю, что демократы очень холодно и расчетливо смотрят на ситуацию. И все варианты для них выигрыша на сегодня день. Даже если блок АКУМ пойдет социалистами, это тоже для них выигрышный вариант, понимаете? Если будут достаточно выборы, для них это тоже выигрышный вариант. То есть, если они уйдут в оппозицию, тоже выигрышный вариант? Слушайте, я не видел еще, серьезных экспертов, которые считают, что блок АКУМ и социалистов смогут вместе хотя бы один месяц руководить страной. Они слишком разные. Но я не вижу, как Майя, Сандус, Дадоном будут страной руководить. Но это нереально просто, понимаете? Поняла. Ответ на мой вопрос не обижает демократов. То есть, они считают, что это нормально. Что с ними никто не хочет из политических партий вступать в коалицию, но это нормально. Я еще одну фразу скажу здесь на эту тему. Если социалисты создадут блок АКУМ, это будет просто-напросто политическая смерть для обоих этих партий. И все равно, или блок АКУМ и социалисты после этого придут к демократам делать коалицию. Все равно. Они не смогут, ну просто, они вместе никак не совместимы. Это вот так вот звучит. Немножко ангажировано для демократов. Но, тем не менее, такая точка зрения тоже существует. Существует она и не сожидается. Это нормально. Мы выслушали вас, господин Михайлович, спасибо. Смотрите, я скажу так. Понимаете, вот то, что говорят, что социалисты с АКУМ не смогут тужиться, не смогут управлять. Да, с точки зрения программной, с точки зрения политических взглядов, которыми эти партии пришли в парламент, они действительно совершенно несовместимы. Но вопрос, какие цели обе партии будут ставить. Есть много примеров. Не обе, а три партии там. Давайте мы четко уже будем говорить. Он сейчас говорит о Бакуме социалистов. Это один, да, потому что они объединились в блок, две фракции. И я говорю о партии социалистов. Это я беру как два объекта. Так вот, есть много в мире примеров, где объединялись разнополярные партии, блоки для достижения определенных целей. Почему в Молдове говорят, что это невозможно, для меня нонсенс. А почему не могут два разнополярных блока объединиться для определенных целей, причем есть где-то цели в программном обеспечении и обещаниях и у тех, и у тех, которые можно сегодня объединить и решить, а потом пойти. А вот тоже вопрос. Не обижает ли демократов, что с ними никто не разговаривает? Ну, понимаете, это вот вопрос об имиджевых рисках. Господин, конечно, говорит, что их чего не обижает. Тогда у меня вопрос. А зачем запросы в налоговую, как оплачивалось и как отчеты сдает блок ОКУ? А зачем запросы в Германию от депутатов-демократов, каким имуществом владеет и какие счета у господина Настаси? Понимаете? Да, никого ничего не обижает, но запросы идут. Это не делается не просто так. Я понимаю, я предоставлю. Может быть, они внешне это и не показывают, но по действиям мы опять видим, что они тоже что-то готовят и свою обиду могут выплеснуть, но более поздно. Вот, господин Мишин, а почему молчат демократы? Так они что-то готовят. То есть вы считаете, что в это время их что-то готовят? Вы знаете как, мы сидим в тени. То есть мы видим заявление от социалистов, заявление о кумовцев. Но мы, секунду, но мы очень давно не слышали заявления лидера демократической партии. Мы очень давно не слышали заявления его замов. Мы, если и слышим что-то от демократов, то это связано с исполнением обязанностей господина премьера или там вот про господина Канду, но он там поехал на арену. То есть, понимаете, демократы все это время предпочли молчать. Получается, или готовят, или что? В данном контексте, как говорил господин Мишин, Республиканский совет, социалистические партии приняли решение или с блоком о кум, или на досрочной. Я надеюсь, что до 21 июня или до 9 июня, посмотрят, что решит Конституционный суд, социалисты приоткроют эту дверь и хотя бы сядут за один стол, если не переговоров, хотя бы в дискуссии с демократами. Это было бы нормально, коллегиально и правильно. Если, соответственно, этого не сделают, они докажут, пока этим самым покажут, что они не есть независимая политическая сила на поле Молдовы, что кто-то извне ими руководит, потому что иначе я не понимаю... Ну зачем мы это? Вы сейчас опять привлекаете. То есть, если они сядут с демократами, значит, они независимые. А если они не сядут с демократами, значит, на них кто-то меняет. Я хочу дополнить свою точку зрения. Я имею в виду, что нормально, когда все партии, которые прошли в парламент, да? Вот, например, о кум, социалисты, демократы, сели и поговорили. Вот, например, формат социалисты, демократы... Вы думаете, а почему вы не думаете... Нет, я не думаю, я не говорю о корыте, я говорю хотя бы об обсуждении. Секунду, обсуждение. Так, а я теперь говорю про обсуждение. За одним столом сидели демократы и социалисты, и во главе сидел господин президент. Выслушали мнения и одних, и вторых. И, кстати, блока кум туда тоже приглашали, чтобы они были третьими, и высказали тоже свои мнения. И, наверное, когда после этого социалисты пришли на свой республиканский совет и сказали, какие мнения бытуют у демократов, республиканский совет просто принял решение о том, что это не соответствует тому, что мы обсуждали. Поэтому республиканский совет и принял такое решение. Смотрите, на том этапе, начально, когда полный выбор... Подождите, господин Михайлович, по вашему мнению, если они не садятся, социалисты, сегодня за стол переговоров с демократами, значит, у них внешнее влияние. Смотрите, вот эта позиция очень интересная. Говорят все эксперты, журналисты, и Караулов, и Соловьев, и Калашников, и Сдума. Что не надо с демократами, что не разрешают, типа, Крым. Вот социалисты должны доказать, нет, мы не зависимы. Все вот эти эксперты сказали, что надо садиться за стол переговоров с демократами. Давайте, давайте по-другому надо, я спрошу вас. Нормально было бы, если бы социалисты с демократами в формате руководителей партии, три на три хотя бы, да, сели бы и поговорили о ситуации в стране, исходя из того, что блок ОКУМ социалистами не могут создать... Было бы нормально, не было бы... Нет, давайте, мы не валим все в одну кашу, давайте про внешний фактор разберемся. Нет, я поэтому и хочу, вот про внешний фактор. Вот вы слышали, да, что... У нас, понимаете, у нас время еще какой-то внешний фактор. Господин Михаил, если сходятся программные месседжи, если сходятся пути развития республики Молдова, то это нормально. Если есть разница, то это ненормально. То есть вы считаете, что с блоком ОКУМ социалисты сели нормально, поговорили? Они еще не сели, подождите, они не сели, а где обидели, чтобы они садились? А можно я скажу в отношении внешнего фактора? Господин Михаил, я тоже хочу сказать в отношении внешнего фактора. Я просто помню, как был внешний фактор, когда господин Нарышкин приезжал сюда. И вот тогда демократов совсем не смущало его присутствие, и тут так называемое давление. То есть тогда это было нормально, и лидеры демократической партии распрекрасно с ним встречались. Да, господин Михаил? Я хочу без эмоций просто сейчас, потому что если мы начнем по эмоциям... Я же не говорю, при чем здесь эмоции, я говорю о факте. Я говорю о факте, который имел место в истории демократической партии. То есть тогда это не считалось внешним давлением, а сейчас считается. Почему так? Слушайте, вы пригласили меня поговорить о ситуации сегодняшней, правильно? Я отвечаю вам, что сегодня... А, то есть мне вопросы надо правильные задавать. Могу сказать две фразы. Сегодня заблокированы приговоры между лаком и социалистами. И я считаю, что логично было бы, чтобы социалисты сели с демократами. Хотя бы для обсуждения ситуации в стране, хотя бы для того, чтобы назначить местные выборы, понимаете? Господин Михаил, я вам еще раз повторю... Иначе возникают сомнения, почему это не происходит, понимаете? Господин Михаил, я вам еще раз повторю, чтобы и телезрителям было понятно, и может быть, чтобы вы услышали. Местные выборы надо назначить или нет? Вот я вас слышу как советника президента. Господин Михаил, вы можете это слушать? Социалисты это коллегиальная партия. И не два-три человека, как во многих партиях решают все, а коллегиальная. И когда на Республиканском совете высказали все позиции, там сидело около ста человек, которые приняли решение, как поступать в партии в данной ситуации. В данной ситуации приняли такое решение. Два выхода из этой ситуации. И то, что вы сейчас... Вы меня не послушали. Нет, секунду, господин Михаил, я еще раз говорю, дайте договорить. Если вы считаете, что Республиканский совет партии внутренней, это внешнее влияние, то грош цена таким высказыванием. А если они сядут за стол переговоров, даже обсудить... Секунду, а что это? Обсудить позиции, посмотреть, как выйти из страны. Это не переговоры, это переговоры, дискуссии. Тут можно много синонимов применять. Слушайте, я читал заявление Республики Совета, там написано про переговоры о создании правящей коалиции. Я вас спросил про другое. Пожалуйста, давайте уважать друг друга. Я вас спросил про то, чтобы обсудили текущую ситуацию в стране и возможность назначения местных выборов. Не на создание коалиции. Давайте поговорим о местных выборах. Для того, чтобы создать местные выборы и чтобы они были, назначить дату, их назначает парламент Республики Молдова. Для того, чтобы... Нужно решение парламента без избранного 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 избрана. Я понимаю, что вы знаете законы, но дайте я тоже скажу. Для того, чтобы назначить дату, нужен парламент. То есть нужно руководство, нужно бюро, нужно создать все комиссии. А вот здесь я с вами не согласен. Чтобы это решение парламента, принятие выборов, руководство парламента вот здесь именно не требуется. Даже не требуется в комиссии. Да что вы говорите? Это не органический закон. По остановлению парламента назначается дата местных выборов. Это прописано. В законе. Слушайте, если старейшина не имеет права законодательной процедуры. Законодательную процедуру по Конституции Республики Молдова и по регламенту парламента Республики Молдова имеет председатель парламента. Старейшина может. Подождите. Я ждать не буду. Вы возьмите и почитайте. Это ваше личное мнение. Это не мое личное мнение. Это мнение Конституции, которую, пожалуйста, начните уважать. Слушайте, это уже не уровень советника президента. Давайте поговорим по очереди, если можно. По очереди вы постоянно перебиваете и пытаетесь, когда вы видите, что вас загоняют в угол и приводят конкретные статьи из Конституции, вы начинаете это. Надо говорить по очереди, пожалуйста. Хорошо. Моя точка зрения такая. Эта точка зрения совпадает с точки зрения многих конституционалистов, между прочим, бывших судей Конституционного судна. Они говорят, чтобы назначить день в местных выборах, даже без председателя парламента. Просто старейшина возобновляет первое заседание парламента. 51, кто-то из депутатов. И мы тогда обращаемся... Две секунды, две секунды. Нет. Господин Михайлович, почему трактуется Конституция, если в Конституции и в законе о местном публичном управлении и в кодексе о выборах четко написано... Давайте, пожалуйста, сказать достоинство. Подождите. Четко написано, что избирает парламент своим постановлением. Назначает парламент. Назначает дату. Еще раз говорю. Назначает дату. Постановление. Постановление, то есть законодательную процедуру, это прописано в Конституции Республики Молдова. И в регламенте парламента может начать председатель парламента. Не старейшина, а председатель. Насколько я понимаю, должен подписаться. Понимаете, еще потом это постановление. А право подписи старейшин депутат не имеет. Я правильно понимаю? Вы правильно понимаете, но я больше того скажу. Какие полномочия теперь у старейшины, который председательствует? Он говорит, сам это передача уже. Нет, его полномочия. Я не могу ничего сказать. Давайте я по-юридически скажу. Как это у нас в законодательстве. Кажется, каждый свою точку зрения. Нет. И не будем мы здесь забанивать друг друга. Господин Михаеш, когда мы говорим о законах, политологи не должны высказывать точки зрения. Они должны говорить, как это прописано в законе. Понял. Господин Мишин, дайте ему сказать, а то он сейчас расстроится. Пожалуйста. Я не расстроюсь, потому что уровень упал до базарного. Да, причем здесь базарный, я вам привожу нормы закона. Господин Михаеш, господин Михаеш. Подожди, господин Михаеш, я привожу нормы закона. Хорошо. Я только попросила бы насчет базара. Вы все-таки не надо так, да? Не надо больше не говорить. Господин Михаеш, вы теряете. Господин Михаеш, вы говорите 20 минут, я опять. Я никого не принуждаю. Но это вы, пожалуйста. Пожалуйста, пусть господин Михаеш. Я сказал так, что не обязательно, чтобы социалисты с демократами договорились о коалиции. Ситуация в стране критическая. В смысле, что мы находимся в политическом кризисе. Уже три месяца после выборов парламент не работает. И я считаю, было бы нормально, если бы социалисты с демократами, их руководство, село бы за слов не переговоров даже, а консультаций. Потому что те же, например, выборы проводить, скажем, досрочные, сделать обменами по дате и по проведению местных выборов. Я считаю, что это было бы нормально. Если этого не произойдет, это будет плохо. Это моя точка зрения. Должны быть консультации. Если социалисты приняли на Республиканском совете жесткое, скажем так, заявление, и они от него не отойдут, это их право. Никто это не будет оспаривать. На данном этапе мы видим, что социалисты предложили блоку АКУМ свое видение, скажем так, совместной работы. Блок АКУМ это не может принять. Для них это смертельно. Они не могут подписать ни один документ, и мы идем к досрочным выборам. Если социалистам выгодно досрочные выборы, это их право. У меня вопрос такой, раз мы пошли по юридическим тонкостям. Кто, раз по дате местных выборов, у нас такие идут споры, и они идут уже достаточно давно, тогда кто и как будет утверждать дату досрочных выборов? Здесь-то есть ясность? Ну, смотрите, опять... Если так все будет, как предполагается. Смотрите, на сегодняшний момент, то, что я и говорил, как это прописано у нас по законодательству, это может сделать только парламент. В случае, если будут досрочные выборы, и все-таки не найдется той позиции, как создать коалицию, и как избирать руководство... Если, как сейчас ситуация, это досрочные выборы, и все, мы тогда понимаем, что происходит, то тогда, скорее всего, тоже будет обращение в Конституционный суд для того, чтобы это интерпретировать и продлить мандат нынешних муниципальных советников и премиарей на более длинный срок... Не-не-не, я имела в виду дату досрочных парламентских... Дата досрочных парламентских выборов будет, как я и говорил в передаче, это будет указано в указе президента. Он, когда будет подписывать указ после вердикта... То есть он будет предлагать... Он не предлагает, он назначает дату досрочных выборов, указ будет состоять из двух пунктов. Первый, распустить парламент, второй, назначить датой выбора такую-то, и она будет назначена не менее чем 60 дней от даты указа и не более чем 90. А вот какую дату в этом промежутке времени выберет господин президент, это уже его прерогатива. Поняла, спасибо. Еще один нюанс. Есть и такой вариант, что после этого декрета парламент все-таки может назначить, чтобы в тот же день прошли и местные выборы, потому что парламент согласно решению Конституционного Суда не может принимать органические законы, и закон не конституционные, но может принимать решения. Какой парламент, господин Михаилович? Нынешний парламент. Нет, нынешний парламент не может принимать никаких решений, без того, чтобы не было руководства парламента. Потому что если бы он мог принимать какие-то решения, тогда господину президенту... Секунду, господин Михайлович, если бы он мог принимать какие-то решения, тогда господину президенту Конституционный суд разрешил бы предложить кандидатуру премьер-министра. А в случае, и кстати в этом же решении, если вы его правильно читали, там 5 пунктов, и написано, что также никаких нормативных актов они принимать не могут. Поэтому этот парламент с 21 числа не может принимать ничего, пока не будет руководства парламента. Я уважаю, но я помню пару передач, где я с вами участвовал, вы тоже говорили одно, а потом происходило совсем другое. Например? Например, по тому пакету фискальных мер, по закону о предоставлении гражданства и так далее. А что произошло другое? Я могу вам напомнить, что вы говорили, что президент их не подпишет. А, значит сейчас мы можем углубляться в историю, в такую историю можно, а в ту, которую я предложила, про Рыжкина нельзя. Я не говорю, будет он промульгировать или не будет, давайте ни в одной передаче, если найдете вырезку, будет хорошо. Но такого у меня не было. Подпишет президент или нет, я за президента никогда не высказываю. Но я считаю, что путем переговоров между партиями парламентскими можно найти выход и назначить местные выборы, чтобы они прошли согласно Конституции, согласно законам, чтобы у нас не было такого, что продлится бесконечный мандат нынешних... Я полностью с вами согласен, на это у них есть минимум две недели, на то, чтобы до этого договориться. И вопрос, который я обязана поставить, потому что он тоже существует, а значит надо на него отвечать. Вопрос с покупкой депутатов. Он еще стоит в повестке дня? Кто покупает у кого, я не понимаю. Например, вчера господин Бесеску это сказал. Вчера Бесеску что сказал? Вчера Бесеску сказал, что господин Плохотнюк, почему его нет в пространстве, я задавала вопросы. Господин Мишин считает, что что-то готовится. Вы пока не сказали. А господин Бесеску считает, что господин Плохотнюк отправился, как он сказал, за покупками депутатов. Вы не видели эту новость? Скажем так, ниже пояса. Я не буду даже комментировать Бесеску, который делает очень много скандальных заявлений. Я считаю, что это все спекуляции И даже не стоит, чтобы это обсуждать То есть этот вопрос не стоит поиски Спасибо, господин Мишин Вы знаете, опять, смотря на сегодняшний день На сегодняшнюю ситуацию Если бы это могло бы произойти Оно бы уже произошло То есть вы полагаете, что уже На сегодняшний момент Возвращение к вопросу о покупке Или перекупке депутатов Не стоит Тут, скорее всего, скажем так Есть два варианта Либо все-таки будет коалиция Какая-то Либо досрочные выборы То есть заявление господину Басевску Оно политизировано И, скорее всего, связано Оно связано, скорее всего, с выборами В Европарламент А никак не с внутренней ситуацией в Молдове Есть такое мнение И я его неоднократно слышала Хорошо Хотела еще спросить по поводу АКУМа По поводу их акций протеста Которые они собираются У нас как-то мало времени Или коротко ответите Верите ли вы в то, что это вообще реально и возможно Но с какой позиции, господин Михайлович, если позволите Я так понимаю, что должен быть повод Для того, чтобы людей вывести Потому что вот то, что пытались Пытались сегодня, это не повод Я, например, поделюсь, что я подумала Я подумала, какие смелые люди Слушайте, вы сегодня меня забанили полностью Вообще две фразы не смогли сказать Господин Михайлович, вы сейчас ответите Я формулирую вопрос Вы не можете дождаться Я вам отвечаю Я вам отвечаю Почему вопросы возникают Потому что лето, чтобы телезрители поняли Очень сложно акции протеста устраивать летом А господин Анастасов об этом говорит Вот вы верите, например, в то, что они летом смогут собрать народ Вот теперь отвечаю Слушайте, сегодня я смотрел внимательно Все фотографии, которые делали В том числе и журнал ТВ И другие их масс-медиа Они собрали не более Скажем так, максимум 150 человек Было их сторонников И те, молодежи вообще не было никакой Были, скажем так, с двух партий Собрать 100-150 человек Это позорно просто-напросто Они, я понимаю их тактику Они пытаются расшатать ситуацию Этими манифестациями Они сегодня сделали пробный шар Они увидели, что у них нет поддержки И, между прочим, почему они не могут И не хотят подписывать социалистами Какой-то договор о коллекции Вот именно из-за этого Потому что они сегодня увидели, что Никто не поддерживает блок между АКУМ и социалистами Ихни, особенно унионисты, которые голосовали за блок АКУМ Категорически против этого И они потеряли народное доверие И нету никаких, с моей точки зрения Предпосылок для того, чтобы считать Что блок АКУМ может добиться В дальнейшем привлечения каких-то больших цифр Чем 100 человек на них Как вы полагаете, господин Мишин? Ну, вы знаете, действительно блок АКУМ, скорее всего Даже сегодняшняя акция протеста Попытался протестировать Есть ли та поддержка, на которую... А, кстати, говорят, что еще была какая-то группа Был такой сопротест Да? Какие-то были люди... Ну да, ну да... Ну, Михаэш, вот он говорит об этом событии, да? Есть такая точка зрения? Да, если была параллельно группа активистов гражданских Сегодня господин Богас будет на другом телевидении объяснять, кто они такие, что не в себя представляют Потому что я так и не понял А никто не понял, господин Нет, есть люди, которые взяли на себя Вот Бога сегодня выступит на другом телевидении, он объяснит, кто там был и за что там болеешь Поняла Ну, вы знаете, и опять, да, блок АКУМ попытался протестировать, да, все-таки поддерживают их или нет И убедившись, что нету поддержки никакой То есть для того, чтобы проводить протесты, вообще нужна цель Ну вот я повод Даже повод, вы знаете... Ну, цель понятна Нет, Людмила, вот повод, да, мы можем дать повод Но люди, когда приходят на протест, они... Вот знаете, у нас почему протесты многие шатались, которые проводились Потому что давали повод Люди выходили под этот повод, стояли, но не было цели То есть мы начинали протест, но он никак не завершался Он завершался максимум тем, что мы расходились И больше ничего Вот тут в данном случае нужна цель А вот цели, насколько я понимаю, сегодня у АКУМа нет То есть повод можно найти любой для протеста Да, там и повышение цен Ну, мы с вами сейчас придумаем тут 150 тысяч поводов Чтобы это сделать А вот цель То есть мы начинаем, проводим и доводим вот до этого И когда мы добиваемся тогда, только разойдемся Вот этого нет Вот поэтому я, насколько понимаю, сегодня у блока АКУМ Нет четко выработанной цели, против чего они протестуют Поняла Хорошо, и у нас остаются две минуты, если можно, кратко вам помянуть Я все-таки спрошу Обратился президент в Конституционный суд Еще потребуются какие-то обращения Стоит ли нам ожидать каких-то сюрпризов от органов высшей юрисдикции? Потому что, ну, если судить Что вы имеете в виду? Ну, я имею в виду, что могут быть какие-то решения, которые страшно удивят Наше, например, сообщество, господин, политическое, политологическое и юридическое в том числе Вопрос очень четкий, президент задал 21 или 9 Здесь Конституционный суд, в принципе, я не вижу никаких шокирующих каких-то моментов Просто должен определить То есть сюрпризов не ожидать? Я не ожидал никаких сюрпризов Чтобы ситуация приближается к своей развязке И если до 21, скажем, июня или до 9 июня, как решит Конституционный суд, не будет создана комиссия Президент будет вынужден дать указы у Роспуску парламента на значение новых выборов Это уже, посмотрим, немного осталось Спасибо, господин Мишин Могут быть какие-то сюрпризы? Вы знаете, по тем вопросам, которые мы рассуждаем сейчас Вот это первое поданное заявление И которое потом после, в случае, если нужен будет Роспуск, будет подано Тут просто очень сложно уже даже юридически и политически придумать Что вынести по-другому Поэтому я думаю, что ни в одном, ни во втором случае Как раз сюрпризов уже мы ждать не будем Я благодарю вас за то, что вы участвовали в моей программе Результаты голосования вы видите на экране Что ж, давайте будем ждать, как будут развиваться наши события Думаю, ждать уже осталось не так много Ну, в любом случае, две недели Ну, даже вот если вдруг суд решит, то несколько больше От двух недель до месяца, скажем так Да, скажем так, пусть так Но уже, по крайней мере, на мой взгляд, будет какая-то ясность И мы уже будем понимать, к чему идет страна А то вот такая вот неопределенность, говорят, что она хуже всего Мне кажется, что эти люди правы Спасибо вам большое Вы смотрели программу «Дело принципа» Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова